Переступив порог областного историко-краевического музея, посетители сразу же обращают свое внимание на ценный экспонат – реконструкцию шелектинского золотого человека. В степных районах Восточного Казахстана, в частности на территории современного Зайсанского района, расположены царские курганы. Место наибольшего их скопления – Шелектинская долина. К шелектинским погребениям относятся около 50 курганов. Еще каких-то 60 лет назад эти курганы не были известны, и местные жители, принимая их за земляные насыпи, использовали их в хозяйственных целях. Один из множества могильников Шелекты превратили в трибуну для зрителей на скачках – Байге. Отсюда возникло и название – Байге-Тубе. Именно в нем находилось самое древнее царское погребение на казахской земле, относящееся примерно к VIII веку до н.э. В 2003 году в долине Шелекты начались раскопки под руководством доктора исторических наук, археолога, профессора Абдеши Толюбаева. И вот археологическая экспедиция наткнулась на большую находку. Курган, именующийся в народе Байге-Тубе, имел высоту 8 метров, диаметр около 100 метров и состоял из трех уровней. Самый верхний уровень состоял из грунта, дерна и щебня вперемешку с песком. Второй был выложен камнями. Под ним был некий мавзолей-склеп из толстой кедровой сосны, площадью 34 квадратных метра и высотой 3 метра, где был захоронен только один человек. Как и во многих других случаях, курган был разграблен еще в древности. Несмотря на это, сохранилось многое. В частности, элементы одеяния, некогда богато украшенного пластинами из самородного золота. Общее количество найденных золотых пластин и бляшек составило 4303 штуки. Большинство из них выплавлено в виде фигурок степных зверей. Вместо глаз, ушей, ноздрей, копыт зверей вставлялись маленькие камешки голубого цвета – бирюза. Встречаются изображения барса, архара, оленя, горного козла, медведя, волка, беркута. Одна из любопытных находок – это пятиугольная звезда. Основа ее – золото, лучи сделаны из голубого лазурита. По окружности звезда инкрустирована костью, а в центре укреплен рог. Звезда в те древние времена считалась символом власти. Абдеж Толиубаев предполагает, что это было захоронение древнего царя, правителя, и что грабители вынесли из кургана такие ценные вещи, как кинжал, меч и шейную гривну. Исследование останков показало, что это был мужчина 36-40 лет, ростом около 180 см, крепкого телосложения, левша. Он имел европеоидную внешность с 20% монголоидной примесью, что характерно для саков того времени. Обнаруженные кости не имели изъянов и повреждений, что говорит о том, что шелектинский золотой человек умер своей смертью и не участвовал в сражениях. Этот памятник ученые называют шелектинским золотым человеком или третьим золотым человеком Казахстана. В нашем музее представлена его реконструкция, выполненная в 2004 году известнейшим казахстанским художником-реставратором, основателем и руководителем научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым» Алтенбековым Крымом. Вы можете увидеть эту реконструкцию вживую, придя в наш музей. Не забудьте соблюдать санитарные нормы. Надевайте маски и соблюдайте дистанцию.